Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите челлендж «Психушка», и это вторая серия нашего с вами испытания, которое стартовало на моём канале уже очень-очень давно, и первая серия этого челленджа также вышла очень-очень давно, но к моему большому стыду и к вашему, наверное, большому удивлению, вторая серия лишь выходит сейчас, и на самом деле я сразу хочу вас предупредить, дорогие мои друзья, что если сравнивать с династией Ллойд, то челлендж «Психушка» будет выходить намного реже. Да, я даже не знаю, какое соотношение можно привести в пример, ну, допустим, на 7 или на каких-нибудь, ну, наверное, около 6-7 серий династий будет выходить одна серия «Психушки», и на самом деле это не просто так, но это есть свои причины. Вот, пока что я, наверное, не буду ничего вам рассказывать, но... хотя нет, наверное, всё-таки кое-что я скажу, это, думаю, этого не будет прям таким большим каким-то спойлером. В общем-то, почему будет так выходить Ллойд как «Психушка»? Потому что челлендж «Психушка» и, в общем-то, та вселенная, которая у нас имеется в этом челлендже, да, она связана с вселенной, в которой живут наши династийцы, и, в свою очередь, вот эта вот замечательная Симочка, наша Санечка Макинтош, она у нас, скажем так, не она сама связана с нашей семьёй, но, в общем-то, имеет к ней отношение. Всё, я думаю, на этом мне стоит заткнуться, сейчас так точно, и да, на самом деле я уже не знаю даже, сколько я не записывала «Психушку», эту серию я записываю 6 мая, да, то есть прям вообще очень много времени прошло, единственное, что я помню, это то, что наша Саша тут рисует, а наши замечательные друзья, наши замечательные колоритнейшие безумцы, они находятся здесь и смотрят телевизор, да, и в предыдущей серии я помню, что я постоянно Адама называла Алланом, это вот потому что Адам олень получается, и вот как-то Д и Эл у меня перепуталось, и я его называла Алланом, да, за что прошу прощения перед создателем этого персонажа, вот, остальных я вроде бы как более-менее запомнила, но, если что, ребят, не обижайтесь, потому что, опять-таки, повторюсь, в первой серии прошло уже очень много времени, вот, и я могу немножечко путаться, конечно, в том, кто есть кто, да, и что-то у меня тут все-таки удивленные, что-то никто не может никуда пройти, а мы с Аней продолжаем рисовать, и да, у нас тут весна, на самом деле, тоже у нас стартовала здесь весна, и у нас сегодня облачно-прохладные, возможно, дожди, ну да, в общем-то, как-то пасмурно, как-то пасмурно, ничего, я думаю, это совсем не беда, тем более, что все равно на улицу нам выходить пока что запрещено, так, отлично, у нас второй уровень в навыке рисования, это просто замечательно, да, и нам нужно начать три картины во вдохновленном состоянии и рисовать в течение пяти часов, это хорошо, это просто замечательно, значит, будем этим, в принципе, и заниматься, и да, у нас с вами воскресенье, 12 часов дня, и идет только первый день, первый день нашего челленджа, на самом-то деле, и мне очень интересно, так-так-так, стоп-стоп-стоп, к нам хочет подойти, поболтать бланкет, если я не ошибаюсь, друзья, то, как бы, вообще я читала в правилах к психушке, что нам с персонажиками, вот с нашими безумцами общаться нельзя, но мне в комментариях под первой серией Трис написала, я это точно помню, что, как бы, нам самим нельзя общаться с нашими соседями, а если они сами к нам подойдут, вот, например, как сейчас к нам бланкет идет, да, то нам с ними можно общаться, я не знаю, правда это или нет, я надеюсь, что да, слушай, ну, в общем-то, давай, что ли, пообщаемся, что ты хочешь нам сказать, ага, слушай, привет, привет, ты такая нечто отстраненная, я смотрю, да, конечно, спасибо большое за то, что приготовила нам покушать, это очень приятно, но знаешь, мы там собрались в компании, в общем-то, обсуждаем все, смотрим телевизор, а ты тут что-то одна рисуешь, что-то непонятное, ты чего вообще, может быть, хочешь к нам присоединиться, или что, ты не переживай, мы не воняем, мух у нас нету, давай, давай познакомься, меня вообще Бланкет зовут, да, слушай, а ты, кстати, уже себе нашла спальное место, а то я так посмотрел, мигом, мне кажется, что там все-таки нас всех не хватит, ты как думаешь, скажи, ой, да, Бланкет, очень приятно познакомиться, меня зовут Александра, ну, на самом деле, ты молодец, что вот так вот смог подметить, и, в общем-то, оказался таким находчивым, посчитал количество кроватей, выяснил, что на всех не хватит, но я думаю, знаешь, ничего страшного, если что, я и на диванчике посплю, это как бы не беда, но спасибо, спасибо, что предупредил, да, ну, в общем-то, слушай, сегодня такая пасмурная погодка, слушайте, неужели нашему Бланкету понравилась Александра, вот прям вообще не отлипает, говорите про облачную погоду, это очень-очень интересно, так, а мы не можем одновременно рисовать и, как бы, и общаться, а почему уничтожить картину, это как так, почему уничтожить, мы можем продолжить рисовать, так, отлично, ну, в общем-то, да, это, конечно, сегодня так облачно, довольно-таки, знаешь, обещают дожди, но я думаю, ничего страшного, все равно нам толком выходить никуда нельзя, да, да, что в принципе права, ну, слушай, я рад, что с тобой познакомился, пойду там, пожалуй, телевизор посмотрю, да, что-то я совсем забыла про то, что надо скрины делать, в общем, туплю, да, туплю, да, я уже не играла, да, в общем-то, слушай, если что, присоединяйся, там интересные передачи показывают, так что, да, как бы, не теряйся, если что, хорошо, спасибо, спасибо, а почему уничтожить картину? Не понимаю, ну ладно, так если мы уничтожим, то мы же, ну да, супер, а что нам теперь делать? Ребят, а что нам теперь делать? Это кто такой интересный? Коу Фишер, понятно, а нам не хватает денег на то, чтобы нарисовать картину, а зарабатывать, а как мы можем зарабатывать? Мы же, по-моему, никак не можем зарабатывать, так, погодите-ка, ребята, давайте я, знаете что, давайте я про это попробую как-то прочитать, в правилах и после этого вернусь к вам. Так, ну что, ребята, я вернулась и я зашла на сайт Русимс, да, и прочитала правила, и в общем-то, как я поняла, тут есть вот такая прям целая, целый топик с названием разрешается, и тут написано, что нам, в принципе, можно работать только главному герою, то есть, да, я думаю, что, наверное, мы с вами прямо сейчас так и поступим, да, и также нам, кроме того, чтобы работать, нам еще разрешается продавать, собственно говоря, наши объекты и созданные другими семиками объекты, например, там, картины те же, да, вот, так что, так что, да, ребята, похоже, что пока что наше рисование, картина накрылась медным тазом, и нам надо прямо сейчас с вами быстренько устроиться на работу, да, давай, Саша, давай устроимся с тобой на работу, отлично, давай звони, скажи, что, да, знаете, срочно, срочно нужно найти работу, может, хоть какой-то уборщицей там на складе картины или каких-то мысляных красок, да, так, и мы, конечно же, с вами пойдем в художники, кстати, мы теперь можем работать фрилансерами, да, но у нас для этого ничего нет, и мы не можем, не сможем себе купить там, допустим, ноутбук или еще что-то, потому что у нас уже идет челлендж, а после старта нельзя ничего докупать, да, мы будем художниками, мойщиками палитры, я думаю, как раз работенка то, что нужно, да, и создавать картин не начато, но мы не сможем, в принципе, это начать пока что, слушайте, а мы можем что-нибудь еще продавать, например, например, ну, еду мы же не сможем продавать, да, ну, да, еду мы не можем продавать, кстати, да, мы приготовили жареный сурок, именно про него нам бланки ты рассказывал, да, хорошо, замечательно, ну, что ж, Саня, ну, что ж, в принципе, мы обречены, заниматься нам больше с тобой нечем, на завтра, на завтра, я думаю, откладывается наша же цель, ты же работаешь завтра, да, слава тебе, господи, у него не такая карьера, как у Джерома, что одни сплошные выходные и выходными погоняют, да, я так понимаю, что мы не можем тут шариться по окрестностям и что-то собирать, как вы думаете, ребят, мне кажется, что так делать нельзя, вот что-то у меня, что-то у меня такое предчувствие, Юдит, Юдит, привет, можно было бы, конечно, тут что-то покопать, да, вот здесь вот, ой, не-не-не, не трогай, но мне кажется, что нам нельзя этого делать, но я, конечно, могу ошибаться, ну, ладненько, что ж, давайте тогда подумаем, чем мы с вами будем вообще заниматься, это прям такой неожиданный поворот событий, как мне кажется, у нас всего лишь час дня, я же прям что-то растерялась, а чем же нам с вами заниматься, так, ну, у нас 8 персонажей, да, давайте мы тогда с вами что-ли приготовим еды, все-таки, все-таки приготовим еды, еще, да, грандиозный ужин, может быть, а, ну да, недостаточный средств, понятно, хорошо, дай тогда будем готовить садовый салат, а что ж поделать, да, для вечеринки, сейчас последние деньги растратим на еду, на приготовление еды, а что ж поделать, а что ж поделать, тяжела жизнь, да, в общем-то, государство, наши власти, они на нас забили, мягко говоря, не собираются даже финансировать нас, да, и поэтому все приходится нам делать самим, ну, ничего страшного, скажу, Саня, мы с тобой, мы с тобой не кордые, да, мы обязательно справимся, это не беда, это все не беда, ну, 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 будем готовить, отлично, давай, 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 продолжай, продолжай, все хорошо, все хорошо, так, ну, и у нас все смотрят телевизор, потому что у нас, в принципе, это больше заниматься нечем, да, Да, потому что я немножечко, ребят, протупила, и смотрите, у нас дождик, прошёл прям такая печальная какая-то погода, я протупила и не поставила всяких там плюшек для того, чтобы наши симики могли чем-то заниматься, потому что я как-то, ну, прочитала, что всё нельзя, всё нельзя, а на самом-то деле можно было поставить и компьютер тот же, например, вот, и, по-моему, ещё что-то. В общем-то, да, в этом плане у нас, конечно, тут пустовато, да, ну, ладно, ничего страшного, ничего страшного, ну что, давай засовывай в холодильник и иди пока, знаешь что, не-не, ты не мой руки, ты сначала сходи, вот, а потом помой руки, ну что, Лайла, как твои дела? Как твои дела? Как с настроением, скажи мне? Как с настроением? Не хочется ли тебе случайно взять в руки лопату, да, и кого-нибудь, кого-нибудь огреть хорошенечко? Я надеюсь, что тебе не хочется. Угу. Классная симечка, зеленоглазая такая прям, вообще, класс. Что у нас тут? Наслаждается одиночеством. Одиночки предпочитают одиночество толпе незнакомцев. Ну да. Так, это ты сама хочешь или что? Или это от тебя Лайла хочет? М? Саша. Да, вот ты лучше, наверное, она передумала. Так, и смотрите, опять бланкет. Бланкет. Ну-ка. Ну-ка, а чего мы тупим? Ну, расскажите мне, пожалуйста. Ну, так, это ты идешь, я так понимаю, поболтать, да? Слушай, а нам самим нельзя болтать. Только если к тебе подходит, вот тогда можно. А сейчас тебе нельзя, да, в общем-то. Саня у нас тут посмотрела на всех. Такая думает, ладно, мне что ли тоже телевизор посмотреть? Как-то, я не знаю, как-то я себя немножечко странновато чувствую. Еще этот бланкет тут такой ходит весь, что-то непонятное от меня хочет. Саша немножечко переживает. Я думаю, вы поймете и простите, да? Вот. Так, отлично, замечательно. Мы тут, получается, болтаем. А это с нами болтают или как? Или нам нельзя? Давайте, ладно, давайте не будем вот этого вот делать, да? Хорошо. Мы пока что просто посмотрим телевизор, пожалуй, да? Получено, вы комедиант. А, слушай, давай мы сюда присядем с тобой, м? Присядем, посмотрим телевизор. Так, и что? У нас тут? У нас тут Альфред, значит, тут задирается, да? В общем-то, наш Генрих уже мечтает о том, чтобы съехать. А Лайла говорит, Генрих, да ты чего? Мы же только заселились. Чего ты психуешь? Посмотри, они такие уж и плохие ребята нас окружают вообще. Да, погодка нелетная сегодня, конечно, говорит Альфред. Какой-то дождь вообще непонятный. Да ладно вам, вы, можно подумать, собрались куда-то ехать. Мы же тут сидим себе спокойно и все. Чего вы жалуетесь? На жизнь и на погоду и вообще. Вон, смотрите. Нас, значит, тут и кормят, и поят, и все удобства есть. Чего еще надо, да? Кстати, да, спасибо за еду. Это ты на нас косишься? Ну-ка, Адам, это ты на нас косишься? Мне вот сейчас просто интересно. Слушайте, такой кадр прикольный, да? Вот, а в общем-то, Саня у нас сидит, что-то в телевизор залипает, думает, да, вот это, конечно, колоритные у меня соседики, да. Что-то показывают такое непонятное, какой-то всплеск мозгов. Да, бывает, бывает такое. Так, и мы все равно с кем-то болтаем, да? Ну, да, в общем-то, здравствуйте, здравствуйте. Я так понимаю, что это... Ой-ой-ой, ребят, я переключилась случайно. Извините, пожалуйста, я просто хотела скрин сделать без пламбоба. А, я совсем забыла и переключилась на Лайлу случайно. Ну, да, в общем-то, вы видели, что я ничего не делала, в общем-то, с ней, да? И никак я не управляла, поэтому... Да, я просто совсем забыла, что нельзя переключаться. Хотела сделать скриншот, в общем-то, нарушила правила. Ну, ладно, ладно. В общем-то, я плохая, да. Я негодяйка, я нарушила правила. Так, и знаете, что мне не нравится? Мне не нравится, что у нас тут куча задир, как бы, да? Либо задиры, либо злые персонажи. Мне не нравится, что наши симы ругаются. Это меня реально напрягает. И... Да. Вот, серьезно. Так, вот, болтать с Лайлой. Ты это сама хочешь или как? Или это с тобой все-таки болтает? Я вот что-то не могу понять. Так, отлично. Адам решил ответить нашего салатика. Он говорит, слушайте, ну, вы как хотите, конечно. А я вот, пожалуй... А я, пожалуй, отведаю Сашкиного салатика, да? В общем-то, да, сейчас опустошу тарелочку другую. Ну, хорошо, скажи, Саша, приятного аппетита. В общем-то, мне не жалко. Я специально для вас готовила. Да, и, в общем-то, расскажите мне потом, как ваше мнение. И понравилось, не понравилось. Так, и кто... Кто на тебя? Это... Подожди, это на тебя... Ирма наезжает? Да ладно тебе, Адам, вы что? Вы же просто созданы друг для друга. У нас тут уже... Вас все сводят. У вас же с характерой совпадают, я не знаю, на процентов 99,9. Вы что? Да, Саша у нас смотрит на все это и говорит, А, Ирма, ты чего? Не ругайся на Адама. Он же ничего плохого не хотел. Думает, так, сейчас у нас еще тут все перессорятся. Будет вообще просто замечательно. Просто зашибись. Да? А ты, может, приревновала, а? Что мы тут... Значит, что Адам у нас тут салатец наминает, который Саша приготовил, а еще так улыбается. Нравится ему, видите ли, все, а? Может быть, ты просто приревновала? Ты не ревной. Вот знаешь, ревновать не надо. У нас уже в династии кое-кому аукнулась чья-то ревность. Да. Кто смотрел, тот знает о том, что ревность ни к чему хорошему не приводит в итоге. Так что не надо, не надо, ребята, так делать. Так, у нас тут Лайла пытается снимать ситуацию и, в общем-то, рассказывает анекдотик про непостоянность, да? Про какого-то непостоянного чувака, который пил одну газировку, и в итоге так не смог себе никого найти. Думаю, что непостоянно, а на самом деле он был просто толстый. Просто толстый, да, никому не нравился. Скажи, Бланкет, ну и что, ну и что в этом такого плохого? Я вот, может быть, тоже люблю газировочки всякие там, сладости, и что? Это значит, что я теперь какой-то такой девчонкам, что ли, не нравлюсь? Да ты даже не представляешь себе, как я девчонкам нравлюсь-то? Ой, у нас Медау говорит. Слушай, Саша такая хорошая девушка, приготовила на всех еды, только вот что-то молчаливое совсем. Мне кажется, может быть, она стесняется или что-то, и что думаешь? Саша у нас говорит, да нет, все в порядке, вы что, я вас не стесняюсь, вы не думаете. Ой, Саша там еще жарил сырок, приготовил, обязательно попробуйте. Я бы ее кексов тоже отведал, если честно. Да, ну, может быть, когда-нибудь приготовлю кексы, я даже не знаю, если честно. Да? Ну что, захвалили тебя, я смотрю, захвалили твою стрипню? Ага, ты решила мне сюда переместиться, поболтать, да? Я надеюсь, что, ребята, нам можно вот этим вот заниматься, потому что, если что, это будет полный провал. Эпик фейл, как говорится, с моей стороны. Ну, в общем-то, да. Хорошо. Хорошо. Так, бланкет у нас злой, я это, в принципе, вижу. Ну что, что ты хочешь мне искать в связи о вампирах? Так, ну да, у нас, я поискала с тобой сведения, но у нас компьютера-то нет, на самом деле. Так, что это узнать лучше Ирма? Да, в общем-то, стало интересно, почему у нас Ирма, в общем-то, у нас наехала, мы решили узнать ее получше. Да, просто у нее такой характер, не обращая на это внимания. Так, мы тут сами болтаем, да, рассказать анекдот про уток. Вот это вот, вот я не понимаю, если честно, немножко, вот это вот как считается вообще? Что мы сами, получается, Саша сама рассказывает анекдот про уток, да? А так, наверное, делать нельзя. Ой, ребята, все, я буду, короче, тупить, если что, так, и ты у меня уверенная стала, и окей, вот по словам, я не хочу прям, ладно, все. Давай будем это заканчивать. Посмотрите, ревизор, да, отлично, и потом пойдешь покушаешь, я думаю. Возьмешь, возьмешь салатика, ты у меня за фигурой следишь, все-таки немножечко, да, Сашка. Замечательно, так, у нас тут все обсуждают дождь, на самом деле у нас, ну да, у нас не прям чтобы ливень, у нас небольшой дождь, ну вот, правильно. Прогноз у нас оказался совершенно верным. Ёлки, это Дирк, что ли? Точно, ёлки-палки, пошла жара, ребята, пошла жара. Обожаю вот просто такие кадры, когда Симы начинают надевать на себя вот эти вот шапочки, вот эти вот очки, и вообще получается просто неимовернейшее, невероятнейшее комбо. Комбо из абсолютно высочайшего стиля. Замечательно. Так, ну что, все кушаем, все кушаем. Ага, Бланкет послушался совета Адамы и взял себе жареный сырок. Скажи, да, я могу, я могу, накормила, значит, всех, вроде всем моя еда понравилась. Ого, Бланкет опять тут с нами разговаривает. И говорит, слушай, ты не обращай внимания на этих злюк вообще, они мне так надоели. Ой, жалко, что у нас тут никакой музычки нет на самом деле. Я бы хотел позажигать, знаешь, устроить какую-то вечеринку. Они тут все такие занудые, сразу видно вообще, не мои люди. Да ладно тебе, Бланкет, посмотри, они же классные. Да, и вот, говорит у нас Бланкет, сейчас они 100%, все кровати займут вообще, намусорят. А ты будешь потом, бедняжечка, за ними убирать. И вообще, я не представляю. Да ладно тебе, успокойся, я себе буду тихонечко картины рисовать, не буду никого трогать, никого провоцировать, как бы. Я абсолютно спокойный человек, неконфликтный, так что ты не переживай. А по поводу музычки, ты знаешь, ты прав, я бы тоже хотела, может быть, музычки послушать. Ну да, простите меня, ребята, простите. Я проститисимо. Вот протупил, в общем-то, нашел психушечку в галерее, которая ему понравилась, и решил, что все. Так и надо, так можно оставлять. Ну да. Ух ты, ух ты, у нас вот, смотрите, у нас вот пароходик. Ага, классно. Вообще, такое мрачное, конечно, сегодня все. Ну ладненько. Так, давайте мы сфоткаем. Вот так вот. Ага, замечательно, замечательно. Просто, просто красота неописуемая. Атмосфера очень классная. Да. Так, ну что там? Как твои дела, Саня? Я смотрю, Бланкет реально с тобой прям общается-общается. Так, и нам надо будет тобой помыть посудку. Ой, скажи, Бланкет, улетел бы я отсюда вообще, собрал бы манатки, взял бы с собой какую-нибудь красивую женщину в охапку, и все, и улетела в теплые края, понимаешь ли. Ты это случайно? Саша у нас слушает все это и говорит, интересно, про какую, интересно, про какую женщину вообще, думаю, да? Вот я бы хотела, знаешь, такую какую-нибудь чисто любивую, которая бы не мусорила, например, вот как все остальные. Вот, и вообще, такая плохая сегодня погода, меня прям раздражает этот дождь. Ой, Меду, ты решила прибраться, солнышко мое, спасибо, да мы бы сами справились на самом-то деле, ты не думай. Ну да, Меду передумала. Скажи, ну ладно, ладно, если ты хочешь поубирать, то в принципе я не против. Ага, замечательно. Ну, мы тоже в принципе не против, давай и правда, Сань, поубираем с тобой. Так, Альфреда, Альфреда, не злись, пожалуйста, давайте мы не будем все ругаться. Ой, ох, слушайте, прям такие заводные, прям такие холерные собрались у нас тут семейки с такими непростыми характерами. Так, чего мы замерли? Сань, давай, давай помоем с тобой посуду, а что происходит? А что? Я не понимаю. Выпросить. Мойка. Так, ладно, давайте я сама, что ли, это сделаю. Я надеюсь, Симоводу можно помогать своим Симовам, я надеюсь, что это не нарушение правил. А вот это ты можешь убрать и помыть, а? Пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу, умоляю, давай, приберись. И да, на самом-то деле, что происходит? Ребята, что происходит с этой игрой? Господи, так, подожди, Ирму не трогай, Ирму не трогай. Ладно, я поняла, за всеми буду убирать я. Ну ладно, ничего страшного, я не гордая, поубираю. Все, окей, все в этом плане окей. Да, и тут у нас уже с вами, смотрите-ка, смотрите, как стемнело. Вот из-за того, что небо пасмурное, у нас полвосьмого вечера, и уже так прям вообще стемнело. Кстати, у нас вот в реальной жизни погодка тоже совсем испортилась. Начались дожди, холода, да, и вообще даже дома холодно, на самом-то деле. Я вот сейчас сижу в такой очень теплой пижаме. Да, хочется просто лежать под пледиком, под одеялком, и вообще не высовывать оттуда нос, потому что очень холодно. Ну да, на самом-то деле у нас уже скоро начнется бойня за кроватью, я думаю, да. И очень интересно, нам все-таки сегодня останется кровать или нет. Когда, вот интересно мне, когда начнут семяки расходиться по кровати, наверное, когда станет бодрость желтая, я так подозреваю. Да, скажи, ой, целый день сегодня идут какие-то эти спортивные передачи, что-то я прям не знаю. Неужели нельзя на другой какой-то канал переключить? Как-то это, не знаю, как-то спортсмены, что ли, одни у меня тут собрались. Блин, Саня, не моргай, я же тебя сфоткать хочу, а ты прям моргаешь вообще без конца. О, отлично, на фоне бланкета с его шикарной просто улыбочкой, просто вообще замечательно. То, что нужно, то, что нужно, кадр просто шикарный. Может быть, на превышечку даже поставлю к серии, почему бы нет. И смотрите, опять-опять бланкет к нам пристает, да, говорит, слушай, ну, а вообще, расскажи, какая тебе погода нравится, а то я что-то психую-психую, а ты ничего о себе не рассказываешь. У нас Саша говорит, да не знаю, что рассказать. Вот, понимаешь ли, запретили звонить, да, мы же находимся всё-таки в таком заведении, запретили звонить наружу, в общем-то, мне на самом деле, у меня там муж, да и вообще, мне бы позвонить на самом-то деле. Бланкетнос, наверное, сейчас услышала слова муж и так немножечко призадумался. Думает, да, муж, а, так вот почему ты так вкусно готовишь, ты уже замужем, получается? Ну да, замужем, знаешь ли, он у меня такой боевой, как бы, невзначай мы намекаем, да? Так, Ерма, ну чего, чего же ты психуешь, а, займка? Так, Лайла, ты сможешь помыть посуду? Так, и чего ты наезжаешь на Альфреда, скажи, надоела мне уже твоя майка синяя, вообще, выглядишь как не знаю кто. Посмотри на себя вообще, на кого ты похож, хоть бы переоделся, хоть бы прическу поменял, Альфреда у нас говорит. Да что ты себе, женщина, позволяешь, ты что? Вообще, ты что, поддалась на уловки суперкомпьютера, который управляет нами всеми? Как ты себя ведешь, так вообще не положено. Ну да, ну да. Альфреда? Альфреда со своими версиями про суперкомпьютер у нас, на самом деле, отжигает, отжигает, да? Так, и что ты там все в телефоне играть? Ну правильно, наверное, только какому... Наверное, нам выдали только какого-нибудь маленького карманного томогочика, и все, больше нам нельзя. Да, ну что, пойдем с тобой, может, сходим, пописаем? Сань. И, слушайте, нам завтра наработал, сколько нам? В 9 утра. Ребята, может быть, мы займем кровать себе? Я как-то не знаю. Все равно они же у нас дешевые, и на них мы будем очень долго высыпаться. Мы же можем занимать кровать, да? Давайте мы себе вот эту вот комнатку, у меня она как-то нравится такая, или какую мы себе возьмем? Ребят. Так, так, опа, опа, все, пошли, пошли. Пошли у нас семики занимать кровать, и все, Саня, у нас началась борьба, началась борьба, давай сюда, иди все, сюда спать. Угу, давай вот просто бегом беги, все, оставляй здесь семиков, скажи, что я, наверное, все-таки уже пойду. Как-то что-то я подустала за сегодня немножечко, такой эмоциональный день довольно-таки, насыщенный стрессом, да и вообще она как одиночка у нас. Знаете, вот ей все это общество малознакомых симов, ей, конечно же, некомфортно. Все, отлично, мы спим, ребята, ура, мы спим, и смотрите-ка, смотрите-ка, си, мы действительно пошли по кроватям. Лайла у нас, да, занимает себе тоже местечко, не спать 24-7 часа подряд, серьезно? Странно, не понимаю, вот каким образом работает эта ачивка вообще, как она дается, ну ладно, хорошо. Так, отлично, у нас с вами заняты три кровати, это значит, у нас осталось всего лишь две, а не спящих персонажей у нас, прошу обратить внимание, довольно-таки много. Так, и неужели у нас Бланкет пошел спать? Давайте-ка посмотрим, давайте-ка посмотрим. Да, похоже, похоже на то, потому что, смотрите, на втором этаже у нас кроме кровати вообще ничего нет, и если Сима отправляется на второй этаж, то это 100% только для того, чтобы поспать. Все, ребята, обращаю ваше внимание на то, что у нас осталась всего одна кровать, да, осталась всего одна кровать, и осталось, между прочим, целых четверо не спящих персонажей. Ох, ну простите, ребята, простите, я вас умоляю, не обижайтесь на нас, просто, понимаете, мы одни должны тащить все это заведение. Так, и смотрите-ка, у нас тут вообще... Ирма, ты чего ворчишь на Альфреда? Смотрите, у нас Альфреда... Неужели у нас Альфреда займет последнюю кровать? Думает, ага, сейчас, не дождетесь, не дождетесь, устрою я вам, да. Не верите в мою версию про суперкомпьютер? Ну вот, посмотрим. Посмотрим, что вы скажете, когда ночку не поспите, ага. Ишь ты, какой злодей. Так, и... Оп! Прошу обратить внимание на то, что все, дорогие друзья, все, все кровати у нас заняты. Все пять кроватей у нас заняты, и осталось у нас не спящих трое персонажей. Альфреда у нас оставил не спящими Медоу, Генриха и Ирму, да? Все верно? Генриха, Ирму и Медоу, да. Да, Медоу уже тут на диванчик прилегла, в общем-то, наверное, думает, да что ж тут такое, неужели не хватило на нас кровати? Ты можешь себе представить, Ирму? А я говорила вам, что это те еще персонажи, да, это вообще, это те еще Симы. Ой, зла на них не хватает. Вот особенно меня Альфреда раздражает с его майкой синей. Да? Отлично. Ну что, а вы пробовали жареный сыр, который приготовила Александра, да? Да, мне кажется, весьма не дурно, не дурно, конечно, над качеством можно было бы поработать, но, в принципе, да. Да, вот мне кажется, что она, знаете, не лама и вообще вроде такая не неуклюжая девушка, может справляться с своими обязанностями, да? Отлично, да. Мне кажется, что чистоту она тоже, в принципе, сможет поддерживать. Как вы думаете? Я бы даже, знаете, я бы даже написал книгу вообще о ней и о том, какие у нас тут приключения, но я не писатель, я, понимаете ли, я, понимаете ли, а вообще, колдун и, да, ищу свою любовь, да. Итак, Генрих, как тебе тут в обществе двух девушек, а? Меду, Ирма, смотри, тебе нравится кто-нибудь, а, Генрих? Тут вот твой создатель, вот Ариана тебя создавала, она очень надеется, что ты, возможно, найдешь здесь свою любовь. Вот, как ты думаешь? Вот правильно, правильно, присмотрись, вот смотри, вот одна, вот вторая, смотри, они разные. Но мне кажется, что эта Кирма у нас очень подходит Адаму, да, который у нас, в общем-то, не стал поступать как настоящий джентльмен и, да, занял кровать, потому что здесь, извиняюсь, здесь у нас борьба на выживание, как вы помните. Да, я надеюсь, что я не слишком громко, не слишком громко кашлянула и не оглушила вас, в общем-то. Да, если что, то прошу прощения. Так, тихо-тихо, Генрих, спокойно, не психой. Скажи, это просто невозможно, это же просто, они как динозавры, понимаете? Как доисторические динозавры, как налетели на эти кровати, как позанимали, а что делать нам, а что делать персонажам, которые не могут себе позволить такого поведения? Все верно говоришь, Генрих, все верно говоришь, я тоже не понимаю. Ой, ну я даже не знаю, что вам сказать, в принципе, мне кажется, что они хорошие персонажи. Вот даже тут Бланкет говорил, что он бы устроил вечеринку какую-нибудь, повеселил нас. Ой, ну не знаю даже, мне кажется, что тебе сказать по этому поводу. Мне кажется, что у каждого из них есть свои скелеты в комоде. Да, я вот, знаешь, все-таки Медауя согласен больше с Ирмой. И мне кажется, что с ними мы еще повоюем, это однозначно. Так, замечательно. У нас тут... А как вы уснете, если тут телевизор идет? Давайте я вам помогу, что ли. Вот так вот, все, Ирма, спи, спокойной ночи, зайка. Все, отлично у нас. У нас остался один Генрих, вообще без возможности какой-либо поспать. И смотрите-ка, как он смотрит на Медау, думает, да. Отлично, теперь здесь остался только я. Угу, замечательно. И что мне с этим делать теперь, интересно? Вот, ну что ж, ладно, я не против, поступлю как джентльмен, посижу тут, что ли. Подумаю о своем, о мужском, как говорится, да. И что, и куда ты идешь такой уверенной походкой? Ага, думает, вот, отлично, сейчас сделаю зарядочку, понимаете ли, да. Сейчас разомнусь, в общем-то, приведу свое тело в порядок. Да и не включай этот телевизор, ну ты же девчонок разбудишь. Ну вот, скажи... Все, просыпаемся, смотрим спортивную передачу. Генрих, как тебе не стыдно? Я не знаю. Ну, блинский, дай ты девчонкам поспать. Выключи ты этот телевизор, господи. Хоть ты его продай, я не знаю. А-а-а, кошмар. Да. Так, все, отлично. Ну, теперь сидя вот здесь вот так вот, вы точно не уснете. А вот у Генриха теперь, в принципе, появился нормальный такой шанс поспать. Так, и что мы тут наезжаем друг на друга? Это приступ истерии, это просто приступ истерии. Это все понятно, да? Так, ну что? Саня, как тебе спится? Хорошо ли тебе спится? Дорогая моя симочка, хорошенькая, да? О чем ты думаешь? О, о марионетках, наверное, думает. Боже мой, боже мой. Под какое влияние попал маршал? Я просто не понимаю, в чьих руках он оказался марионеткой. Я не понимаю, откуда у него эти мысли про эти безумнейшие изобретения. Я что-то должна с этим сделать, я что-то должна выбраться отсюда, пока можно скорее наконец-таки найти его и помочь ему, потому что сам он попадет в беду. Ну, знаешь, Саша, я тут даже не знаю, что тебе сказать по поводу маршалла. С маршаллом там все на самом деле интересно и непросто. Да, вот так вот. В общем-то, да. Нас Саша очень любит маршала, и она действительно хочет ему помочь. Смотрите, какая красота. Ночной город. Ёлки. Ребята, просто шик. Просто, это же просто шик, посмотрите. Как классно. Мне нравится, вау. Слушайте, а это там Сан Мишуна, сто процентов. Сан Мишуна, которого у нас пока что, правда, нет, но он, знаете, так и манит, что... Как это... Как это говорится? Как это обычно говорится? Типа, продолжение следует? Или типа, ждите... Вы ждите в новых сериях, да. Когда-нибудь дождемся мы и Сан Мишуна. Я в это верю. Да, так. Ребята у нас продолжают ругаться. Мне это не нравится. При том, что даже находясь на унитазе, они успевают ругаться. Замечательно. Так. В общем-то, чем мы тут занимаемся? Чем мы тут занимаемся? Так, Генрих у нас продолжает следить за собой. Пытается себя как-то развлечь. Пытается сделать какую-то разминку, чтобы не заснуть, да. Решил все-таки с Ирмой пообщаться. Я смотрю, что Ирме плохенько. Ирме плохенько, а смотрите, Генрих у нас... Вот, я вижу, что он возбужденный, да. Скажи, ну что, Ирма, вообще? Мне кажется, что уже прояснилась довольно-таки неплохая погодка, как ты думаешь? Вот, еще бы что-то в холодильнике, кроме жареного сыра было. Да знаешь, вообще, я бы отсюда с радостью переехала, потому что я чувствую себя как-то совсем неуютно. Это ты из-за чего неуютно себя чувствуешь? Ты что, гремлинов боишься? Ты знаешь, что здесь обитают гремлины? Что? Какие гремлины? Да ну, прекрати, Генрих, ты что? Вообще, знаешь, ведешь себя как лама. Ты знаешь, что я не люблю разговоры про гремлинов, а ты мне тут про них рассказываешь. Ох, Ирма, ох, Ирма. Характер просто бомбезный, бомбезный. Да, так интересно все-таки у нас, у наших семиков, вот как будут развиваться дальше отношения. Конечно, я бы очень хотела, еще раз повторюсь, чтобы у нас сложилась парочка из Адама и Ирмы, потому что они прям магически друг другу подходят. Ну, естественно, мы не можем знать, как оно выйдет, да. Поэтому просто наблюдаем, просто наблюдаем, и у нас уже Саша скоро выспится совсем, я так смотрю. Да, вообще, слушай, как на курорте, как в санатории, и вообще, нужды в 150 раз лучше, чем у моих династийцев, которых я мучаю с утра до ночи, вообще, прокачкой какой-то непонятной, и вообще. Ой, ну я шучу на самом деле, я шучу. Так, и смотрите, Генрих у нас уже вышел из себя, все, значит, Ирма его достала окончательно. Говорит, слушай, я думал, ты хорошая семья, а ты видишь себя вообще неподобающе. Ну, знаешь ли, я вот такая по характеру, если что-то не нравится, то, как говорится, до свидания, я тебе не солнышко, светить не буду. Да, и вообще, я так хочу спать, а когда я хочу спать, я намного злее становлюсь. Вот Меду хорошая симка, вот сидит спокойно себе жареный сырок, кушает, не обижает меня, а ты вообще, как ты себя ведешь? Да ладно тебе, перестань, я говорю, просто мне не надо злить, а то, знаешь, я сразу превращаюсь в танк, да, который может с пулемета понадавать. Ну, если ты хочешь спать, то, знаешь, могла бы и кофейку выпить, если что. Да ладно тебе, Генрих, улыбнись и успокойся, все в порядке, ну, разные у нас все характеры, как бы, да, и что нам с этим поделать? Да я же не против, что разные характеры, просто не хочу себя чувствовать, как будто я на фронте. Да, все, тяжело, тяжело у нас тут все. Необычные у нас семейки, да, ну, в принципе, так и интереснее намного. Так, нас дальше не пускают, слушайте, так интересно ночью побродить, вообще. Да, у нас 4 утра, я думаю, что Саша будет совсем скоро вставать. Лилит Ваторе, Лилит, Лилит, ух ты, ничего себе! Ох, вот это, ёлки, ёлки, вот это, ё-моё, вот это, я понимаю, стилёк. Вы видали такое когда-нибудь, а? Вы видали такое? А что у Калиба с рукой, можно спросить вообще? Это перчатки, всё, я поняла. Я думаю, это у него какие-то уже там что-то татухи какие-то, я не знаю, что-то чернухи, я не знаю. Хотя у меня нет татуировок из дополнительного контента, но Лилит, Лилит, ты просто отжигаешь. Слушай, посмотрите, какая читава Торы, просто посмотрите. Это же просто мафия отдыхает, это у нас, я просто вообще, я обалдею. Я прозреваю с этих персонажей, с того, во что они одеваются. Да? Скажи, Калиб, сестра, ты вообще во что оделась? Ты знаешь, что у нас как бы тут нелётная погодка, и вообще, ты можешь замёрзнуть? Я всё-таки за тебя переживаю, а что мне потом с тобой делать? Ой, да ладно тебе, ты как будто, не знаю, ты первый день вампира, ничего не знаешь. Мы же с тобой не мёрзнем, можем ходить, с чем хотим. Ну, как бы да, мы не мёрзнем, но знаешь ли, это всё равно не даёт тебе права вот так вот в пижаме и в сапогах разгуливать по дому. Давай-ка пошли переодеваться. Ох, скажи, ох, зануда, ох, зануда, Кальб. Капец, капец. Да, так, ну что, Мэду, ты у нас прибираешься тут, я смотрю, да? У тебя вышло всё-таки помыть тарелочку? Я очень рада, я очень рада, что у тебя вышло. Так, бедняжечка, бедняжечка, Ирма у нас совсем уже валится спать. Всё, семяки у нас повалились. Это замечательно. Так, а ты куда идёшь спать? Я видела у тебя вот, да, я знаю, что ты хоть... Нет, не включай! Да что ж ты будешь делать? Скажи, да! Всё, просыпайтесь, просыпайтесь, мне скучно. Да, что вы думали, вы тут будете вдвоём спать, а я буду тут одна? Скажи, боже мой, да за что? Ждайте мне кто-нибудь, пожалуйста, поспать. Слушай, Сань, давай, может быть, встанем, а? Как ты думаешь? Давай мы с тобой встанем, наверное, уступим кровать. Всё, беги сюда, писай как чемпион, принимай настраивающие на размышления душ, да? Вот, всё. Что это такое? Рисовать на мольберде? Да, конечно. Вот только сегодня денежку с работы принеси и пойдёшь рисовать на мольберде. Так, Мэду у нас отлично. Мэду у нас не промах. А, подожди, или ты не наверх идёшь? А, нет, наверх идёт. Всё, отлично. Мы освободили кровать. Мэду у нас это увидела, в общем-то, что, да, мы спустились. Думает, наконец-то, наконец-то хоть кто-то даст мне поспать. О, боже мой, какая кроватка. Ну, ты молодец, конечно. Ну, ты молодец. Вот, вместо того, чтобы нормально лечь поспать, ты тут дремать будешь на кровати. Ой, Мэду, Мэду, что что делаешь? Что что со мной делаешь? Так, хорошо, давайте сейчас приведём с тобой в порядок наши нужды. Реально, вы просто посмотрите на эти нужды. Вау! Вау! Ёлки, посмотрите, какой у нас стриптиз. Какой у нас тут стриптиз. Аллан оголил... Ой, Аллан, господи, извиняюсь. Адам у нас оголил свой замечательный торс, да. Посмотрите, спускается в тапочках с зайчиком, думает. Сейчас просто девчонки офигеют от моих татуировок, от моих рельефов, от моих бицепсов, да. Просто замечательно. Ну что, что-то у нас есть покушать. Ага, сейчас я такой красавчик пойду покушаю, да. Супер уверенной в себе, с супер уверенной походкой пошёл кушать. Замечательно, скажи. Ага, а эти, значит, тут спят. Ну понятно. Вот это мне повезло, конечно, что я кровать успела занять. Но это правда, тебе повезло. Так, давай с тобой кушать. Ну да, правильно. Возьми салатик. Ты сама знаешь. Ты сама знаешь, что надо брать салатик, да. Потому что Саша у нас верит, что она выберется отсюда в скором времени. И что она встретится со своим мужем Маршалом. И она знает, что ей надо быть в форме, как бы, да. Потому что она его любит. Да, повторюсь ещё раз. У неё действительно к нему тёплые чувства. Она хотела бы ему помочь. Не надо будить людей. Не надо. Так, Лайла у нас проснулась. Доброе утро. Угу, замечательно. Доброе утро, Лайла. Не смотри телевизор, я тебе сказала. Ну, слушай, какая наглая. Саша, ну ты что? Скажи ещё, и я этот телевизор включила. Ну что ж это такое? Что ты будешь с ними делать? Слушайте, там уже кровати, кстати, освободились. Можете пойти пока поспать, ребят. Да, у нас тут, смотрите, у нас Алан встал. О, у нас и Бланкет встал уже. И Лайла, смотрите-ка, да, можете спокойно пойти поспать. Вы чего? Смотрите, у нас уже куча свободных кроватей. Спи не хочу. Альфредо у нас ещё не встал, да? Альфредо у нас ещё отсыпается. Замечательно. И, в общем-то, да, Саша у нас любит мужа, любит Маршала. Очень хочет ему помочь. Уже ждёт, не дождётся, когда она с ним встретится. Вот. Но, как бы, что будет, когда они встретятся, и, как бы, как относится к ней Маршал, об этом никто не знает. Об этом никто не знает. Так, поболтать не надо. Не надо болтать. Скажи. Ну, просто посмотрите. Я не могу, ребят. Посмотрите на эти нужды. Я просто, я не знаю. Я в шоке. Может быть, это от того, что у нас первый день, конечно. Ну, реально, как на курорте каком-то. Серьёзно. Как будто наша Саша рожала только что в больнице. Просто на максималках нужды. Я обалдею, конечно. Да. Так, ну что, ребят. У нас осталось два часа до работы. Я отправлю Сашу на работу и буду заканчивать на этом серию. Наверное, она уже, как всегда, как и все мои вышли. Ой. Как и все мои серии. Наверное, уже это выходит очень длинной. Так, почта мне пришла. Хорошо. Ну, в общем-то, да. Я стараюсь как-то... Я стараюсь сделать серии такими информативными максимально и не длинными. Но, тем не менее... Тем не менее, всё равно не получается мне длинными. Да. Но я стараюсь, честное слово. Вот, отлично. Давай с тобой уберём и помоем. Или ты опять не сможешь. Саша, да что же с тобой происходит? Я не понимаю. Чего тебя ключит? Ты можешь в конце... Ясно. Хорошо. Хорошо. Я справлюсь с этим сама. Ничего страшного. Ничего страшного. Я не обижаюсь. Я справлюсь с этим сама. Да, пожалуйста, кушайте. Кушайте, кстати. У нас тут уже, я смотрю, почти всё съели. Давай мы с тобой пока приготовим ещё садового салата. Да? Всё. Так. Ага. Понятно, не можешь. А сейчас? А сейчас давай приготовим. У нас всё-таки 8 персонажей. И как будто один раз поел каждый из них, и всё. И уже нету этого тазика садового салата. Поэтому да. Я думаю, нам лишним совсем не будет. Отлично. Через час у нас работа. Это просто замечательно. Так. Аккуратненько. Пальцы себе не режем. Да. Я смотрю, что как-то этими салатами не наедаются люди, что ли. Прям берут и берут. Вообще постоянно. Ну, так. И я так понимаю, что у нас наши семики будут сидеть в основном вот здесь. Здесь будет сконцентрировано у нас всё действие. Потому что здесь у нас телевизор. Это, в принципе, толком, наверное, единственное, чем могут заниматься персонажи. Ну, у нас ещё вот тут вот штучка эта есть. Вот. И, в принципе, персонажи ещё могут готовить. Да. Ну, я думаю, что всё-таки у нас всё равно. Вот эта вот комната, она станет такой прям местом обитания в основном наших персонажей. Вот. Ну, что ж. Ладненько. Я надеюсь, что вам не надоест. И вам не будет скучно. И я не понимаю, почему все могут помыть просу... Все. Просто все могут помыть посуду, кроме нас. Ага. Здравствуйте. Скажи, опс, бланкет. Прости, я не хотел. Бланкет, наверное, сейчас подойдёт к тебе и, как бы, скажет тебе пару ласковых. Да? Хорошо. Молодец. Ты приготовила. Всё. Сейчас уже пойдёшь на работу. Иди прям сюда. Давай уже будем выходить из дома. Так. И что у нас? Бланкет пошёл досыпать, что ли? Так он же спал у нас всю ночь, по-моему. Нет? Он же спал, ребят. Смотрите-ка, не выспался. Досыпать пошёл. Ну, ладненько. Так, всё, ребята. Наша Саша отправилась на работу. Да? Отправилась же. Давай, моя хорошая, беги. Беги. А можно я тебе дам действовать упорно работать? Я надеюсь, что можно. Отлично. Давай, упорненько работай. И всё, ребята. Я на этом буду заканчивать нашу серию. В следующей серии мы, пока наша Саша будет работать, посмотрим, чем будут заниматься наши персонажи. А пока что... Всем огромное спасибо за то, что вы смотрели эту серию. Всем до новых встреч. У нас сломалась раковина. Обязательно этим займёмся. Ну, а пока что... Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...